С деньгами, накопленными от подработок в университете, иорданец Мухаммед Насер отправился в китайский город Иу в поисках возможностей для бизнеса. Этот город известен как крупнейший в мире оптовый рынок. Мухаммед понял, что здесь идеальные условия для ведения внешней торговли. Из ИУ с его небольшим товарным рынком и эффективной логистикой Мухаммед экспортирует товары по всему миру. Китайский европейский «ЖД-экспресс» связал Китай с 23 странами. Поезда поставляют китайские товары в Европу, некоторые из которых затем попадают на рынки других стран. Из Европы в Китай составы везут сыр, шоколад и другие продукты, которые обогащают жизнь китайцев. Для канatаа университет Лаусские студенты изучают железнодорожные технологии в техникуме юго-западного китайского города Куньмин. Они приехали сюда в марте по программе студенческого обмена между провинцией Юньнань и Лаосом. После запуска китайско-лаусской железной дороги в прошлом декабре страна остро нуждается в соответствующих специалистах. Мы многому научились здесь с точки зрения китайского языка и железнодорожных знаний. Техникум прикомандировал каждому из нас китайского студента, чтобы помочь с изучением языка. И кроме теоретических лекций, тут также есть симуляционные тренировочные курсы для отработки наших навыков. После завершения двухлетнего курса эти студенты сами смогут преподавать железнодорожное дело в профессиональных училищах Лаоса, внося вклад в развитие трансграничного сообщения между двумя странами. Новая железная дорога уже стимулирует развитие двусторонней торговли. За первые 11 месяцев по ней перевезли почти 10 миллионов тонн грузов. Сейчас транспортировка из Куньмина в лаосскую столицу в Янтьян занимает чуть больше суток. Прямое железнодорожное сообщение календирует стабильную и эффективную транспортировку. Благодаря ей наши транспортные издержки снизились примерно до 30%. Наш экспорт стабильно растёт. Наша компания уже открыла финал в Лаосе. Тысячекилометровая ветка в столицу Лаоса – только часть строящейся паназиатской железнодорожной сети общей протяжённостью в 4000 километров. Она свяжет Куньмин с Сингапуром через Вьетнам, Мьянму, Камбоджу, Малайзию и Таиланд. Джоруван Удамсап приехала в Китай из Бангкока исследовать развитие Юго-Восточной Азии по грантовой программе провинции Юнай. Говорит, что железнодорожная сеть – ключ к интеграции экономик региона. Возьмём Таиланд для примера. Многие наши сельхозпродукты популярны на китайском рынке. Такие как свежие фрукты и лис, железнодорога безусловно стимулировала поставки. В то же время многие китайские продукты, особенно электроники, пользуются спросом в регионе. Их производителям железнодорога тоже приносит выгоду. Студентам-железнодорожникам из Лаоса не надо объяснять все выгоды новой магистрали. Они уверены, что после полной победы над пандемией она резко увеличит не только товарооборот, но и трансграничный турпоток, что поможет простым людям больше узнать друг о друге. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok